МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Ксения Напянова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Еще 62 миллиона на школу депутаты обсудили корректировку бюджета за вклад в развитие школьников в области естественных наук. Дмитрий Григорьев стал призером всероссийского конкурса «Учитель года». Далее расскажем обо всем подробно. Более 62 миллионов выделят на строительство школы на улице Зорги. Администрация представила на рассмотрение депутатам корректировку бюджета. Какие еще статьи расходов предлагают изменить, расскажем в следующем репортаже. Около 5 миллионов с городского бюджета направят на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений. 4 миллиона на эти цели выделит область. Проиндексируют на 4%. Согласно указу президента, зарплату обслуживающего и технического персонала учреждений спорта и образования, сотрудников управления ГОИЧС и ряда других категорий. Это одна из основных причин внесения корректировки в бюджет города, сообщил директор департамента финансов Юлия Альшина, депутатом на очередном заседании Думского комитета. Дополнительные средства также выделят на строительство школы на Зорге. Еще основная причина – это внесение изменений на финансирование строительства школы на размер 62 миллиона рублей за счет средств субсидий областного бюджета, который предоставлено буквально две недели назад. Порядка 500 тысяч направят на ремонт ввода холодного водоснабжения в молодежном центре. Стены и потолок в клубе «Чайка» центра внешкольной работы отремонтируют на 300 тысяч. Полтора миллиона планируют потратить на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта Дома молодежи и благоустройства прилегающей территории. Также предусмотрено увеличение субсидий на ремонт дорог в размере 18 миллионов 60 рублей. Предусмотрено средства 8 миллионов рублей – это средства субвенции на образовательную деятельность и прочие межбюджетные транспорты. Таким образом, бюджет 2022 года по доходам и по расходам увеличивается на 93 миллиона 704 тысячи рублей. Это не последняя корректировка бюджета. В ближайшее время в проекте решения появятся новые пункты по мерам поддержки семей мобилизованных саровчан, которые принял глава региона Глеб Никитин, сообщила Юлия Альшина. Те поддержки, которые рекомендованы нам, органам власти, принять и поддержать, они указаны в пункте 1.4.1.7 данного указа. Скажу кратко, что одна из мер поддержки – это освободить от уплаты родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах. Следующие меры поддержки – это предоставить бесплатное посещение всех секций спортивных и учреждений доп. образования. Также детям семей мобилизованных предоставят бесплатно группы продленного дня и обеспечат их горячим питанием. Руфят Сунеев занял первое место в всероссийском конкурсе «Лучшие корпоративные и муниципальные программы общественного здоровья». Победу градообразующему предприятию присудили в номинации «Лучшая корпоративная программа укрепления здоровья в рамках национального проекта «Демография». Это предприятие стало первым в Российской Федерации, получили первый приз. Я надеюсь, в ближайшее время замминистра здравоохранения будет подписан окончательный протокол этого конкурса. Поэтому город Саров и здесь первый. И я надеюсь, что будут еще новые открытия, новые свершения. Владимир Лазарев отметил, что практически все жители города вовлечены в процесс здорового образа жизни, так как в Сарове грамотно выстроена работа всех служб системы здравоохранения. Кроме этого, ПСР-проект нашей больницы по оптимизации процесса плановой госпитализации стал одним из 25 финалистов всероссийского конкурса «Лучших практик внедрения бережливых технологий». Организаторами конкурса выступили Минздрав России и Госкорпорация «Росатом». Две девочки в Сарове остались без попечения родителей. Детям 10 и 11 лет. Департамент образования просит откликнуться саровчан, которые могут принять их в семью и имеют заключение органы опеки и попечительства, о возможности быть опекуном. Подробности по телефону 9 55 72. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове 21 октября пройдет форум молодежных инициатив. Регистрация уже началась. Форум организует молодежная палата при городской думе для саровчан от 16 до 35 лет. Участники получат новые знания, обменяются опытом, обсудят актуальные городские проблемы и пути их решения. Авторы лучших инициатив смогут узнать больше о работе молодежной палаты, городской думы и реализовать свою идею. Подробная информация по телефону 8 930 285 10 00. В детской музыкальной школе появились новые деревянно-духовые инструменты. Их приобрели по программе оснащения дыши и сузов оборудованием. За предыдущие полгода в школу поставили баян и аккордеоны, балалайки, домры, гитары, скрипки и виолончели, интерактивное и проекционное оборудование, учебные материалы. В октябре музыкальная школа получила от реставрационно-производственного центра духовых инструментов, профессиональную флейту, два саксофона-сопрано, саксофон-альт, саксофон-тенор и саксофон-баритон. Волонтерский центр «Радость моя» приглашает волонтеров для дежурств на гуманитарном складе Центра Милосердия. Они будут развешивать одежду в зале выдачи, наводить порядок на полках, собирать в пакеты продуктовые наборы, помогать в подборе одежды. В Центре Милосердия продолжают принимать пожертвования от горожан. Всегда необходимо постельное белье, детская и взрослая одежда и обувь, низкоропортящиеся продукты, крупы, консервы. Все это идет на помощь нуждающимся, малоимущим, пенсионерам, многодетным. Телефон для справок 8 906 35 34 637. Педагог из Сарова Дмитрий Григорьев победил в одной из номинаций конкурса «Учитель года 2022». Саровчанина отметили за вклад в развитие знаний, умений и навыков школьников в области естественных наук. Впечатлениями от участия в конкурсе Дмитрий Григорьев поделился с нашей съемочной группой. «Веди ученика, но не тяни его за собой, побуждая, но не заставляя, указывай на путь, но позволь ему идти самостоятельно». Этими правилами Дмитрий Григорьев руководствуется все время своей работой учителем. Нестандартная подача материала и любовь к своему делу помогают ему привить ученикам интерес к непростой, но важной науке – математике. «Наш учитель математики, он прекрасный учитель. На своих уроках он все внятно разъясняет, нам все понятно. Также он иногда проводит уроки на улице, то есть теоретические знания он требует очень сильно, то есть он говорит без теории, практика беспомощна». «У него очень интересные парковые уроки, он понятно все объясняет на уроках в классе, да и в принципе интересно достаточно на его уроках. Также у нашего преподавателя есть свой сайт, на котором ученики могут посмотреть теоремы по геометрии, на котором тоже все достаточно понятно объяснено». Свои наработки Дмитрий Григорьев представил на Всероссийский конкурс «Учитель года». В мае Дмитрий Андреевич победил на муниципальном этапе, прошел на Зональный, а затем на Регион, где занял первое место. Осенью наш земляк представлял Нижегородскую область на финале конкурса в Тюмени и Москве. «На чужих детях мы работали, подавали урок и воспитательные события. И во второй этап, уже когда лауреаты прошли, они давали мастер-классы, показывали уже на учителя, учителям показывали свои мастер-классы. И было еще конкурсное испытание, тоже очень интересно. Это вопрос «Учитель года», когда сидело три вида жюри. Это экспертные жюри, ученические жюри и родительские жюри. И от них было по несколько вопросов как раз кандидатам, и они отвечали на них уже прямо в прямом эфире. По итогам конкурсных испытаний Дмитрий Григорьев стал победителем в номинации за вклад в развитие знаний, умений и навыков школьников в области естественных наук. Номинацию чердила компания «Сибурхолдинг». Как рассказал педагог, участие в конкурсе помогло ему полностью переосмыслить свои взгляды на преподавание и приобрести бесценный опыт. Одни положительные эмоции. Во-первых, в общение. Туда приехали уже все победители с 88 регионов. Плюс добавилось еще с Венгрии приезжала МИД России, школа при МИД России и ДНР, и из этих республик тоже приезжали два учителя. Общение, обмен опытом. И вот эти вот все 17 дней, которые у нас прошли, прошли как на одном дыхании. В планах Дмитрия Григорьева дальнейшее развитие и совершенствование их профессии. Также он готов выступить в роли наставника и подготовить своих коллег для участия в следующих конкурсах «Учитель года». Полное интервью с Дмитрием Григорьевым смотрите в рубрике «Без комментариев» на Саров-24. Если вы не пользуетесь своим земельным участком, то чтобы сэкономить на налогах и взносах, вы можете передать его в муниципальную собственность. После город реализует его в рамках социальной программы для многодетных и малоимущих семей. О том, как отказаться от заброшенного огорода, нашей съемочной группе рассказали в городской администрации. Если владелец земельного участка не пользуется им и не хочет платить за него налоги, то он может передать свой огород в муниципальную собственность. Для этого необходимо подать заявление об отказе в Росреестр. Это можно сделать через МФЦ. Если же у человека есть право, устанавливающие документы, это, как правило, до 2000 года, и право собственности не учтено в Едином государственном реестре прав на недвижимость, тоже такое может быть, старые свидетельства, так называемые, то ему необходимо захватить с собой документ, вот этот старый, для подачи заявления. Это может быть распоряжение администрации, администрации соответствующего года, там, 90-е года, либо свидетельства о праве собственности 92-го года выдавали такие. Если старые документы затерялись, то их можно запросить в администрации или в БТИ. С момента прекращения права на земельный участок налоги и членские взносы бывшему владельцу больше не начисляют. Но стоит обратить внимание, если у вас до этого времени накопились долги, то выплачивать их все равно придется. При наличии долгов на земельный участок отказ от земельного участка, он возможен. То есть отказались от права собственности на земельный участок, но при этом обязанность по оплате начислений, значит, она сохраняется, и, соответственно, человек уже их может оплатить добровольно после даже прекращения права собственности. Либо принудительно также после прекращения права собственности. Это в зависимости по ситуации. Если право собственности на земельный участок не зарегистрировано, но у вас есть членская книжка, то отказаться от права пользования можно, написав заявление в садоводческое управление. В этом случае огород перейдет садоводческому товариществу. А земельные участки, которые владельцы решат передать городу, реализуют в рамках социальной программы для многодетных семей. По всем вопросам обращайтесь в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города в 231-й кабинет или по телефону 990-37. Новый пик волны заболеваемости COVID-19 в России наступит не раньше 21 декабря. Об этом газете РУ рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков. Согласно данным статистики, между пиками разных волн в России интервал занимает 3-6 месяцев. Очередной пик будет не раньше, чем через 3 месяца после 21 сентября, то есть не раньше 21 декабря, объяснил специалист. По его словам, эту стадию пандемии можно назвать финальной. «Каждая последующая волна будет приносить, если не меньше заражений, то меньше смертей. Если нового штамма, которому у нас нет иммунитета, не появится, то волны будут повторяться, но каждая из них будет давать меньший пик», объяснил Волчков. По словам вирусолога, несмотря на подъем заболеваемости в Европе, который сейчас идет в некоторых странах, в России вряд ли можно ожидать похожей картины. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» выступили на республиканских соревнованиях по летнему двоеборью среди лыжников. В первый день спортсмены соревновались в гонке на лыжероллерах свободным стилем. Во второй день проводил сгон к преследованию классическим стилем. Об успехах саровчан расскажем далее. Глеб Трушкин занимается лыжами 12 лет. За плечами у него уже много гонок. Республиканские соревнования по летнему двоеборью среди лыжников в Саранске стали для спортсмена проверкой себя, контрольным стартом после летней подготовки. За третье место Глеб упорно боролся с лыжником из Пензы. Мы шли на равных. Получается, протащил за собой всю дистанцию и все равно не сдался. Сложность была в том, что очень крутые подъемы, очень была скользкая трасса, очень много было листьев. Из-за этого роллеры, можно сказать, простреливали. Было очень неудобно. В лыжной двоеборе прошло два дня. В первый день спортсмены соревновались в гонке на лыжероллерах свободным стилем. На следующий день состоялась гонка преследования классическим стилем. По итогам в своей возрастной группе Алина Дубова взяла золото, а Карина Миянкова заняла второе место. Девушки признаются, что эти соревнования дались им нелегко, и для победы пришлось приложить большие усилия. Я каждый день ходила на тренировки, тренировалась, отдала себя на трассе, потратила все силы, в принципе. Первый день коньком я заняла первое место, второй день я тоже заняла первое место. Это были догонялки в классическом стиле. Первый день дался нелегко, даже, можно сказать, он вышел для меня неудачным. Второй день у нас была гонка преследования. То есть, по итогам первых соревнований нам давали старт. Сколько проиграл, через столько и стартуешь. Первый день, еще раз повторюсь, проехала плохо. Не того результата ждала. Достаточно много проиграла. Во второй день удалось попасть на пьедестал, догнала. Республиканские соревнования по летнему двоеборю среди лыжников проходят в Саранске традиционно каждый год в конце осени, после летних тренировок. Участвуют спортсмены в разных возрастных группах. География участников тоже обширная. Районы Нижегородской области и Республики Мордовии. Москва, Ульяновск, Самара, Пенза. От нашей спортивной школы, значит, я хочу сказать, что ребята все выступили очень хорошо, молодцы. Как бы мы, собственно, и надеялись, что ребята хорошо выступят. Значит, младшей девочке, это 8-9, была очень такая большая борьба. Потому что после первого дня у нас две девочки лидировали первое и второе место. Были это Алина Дубова и Валерия Гусалюк. А на второй день, значит, еще и к ним подключилась и Карина Минко. На этом летние соревнования у лыжников с Шор Атом завершились. Сейчас спортсмены готовятся к тренировочным сборам на первый снег в Сыктывкаре, после которых лыжники поедут на отборочные старты. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok